Здравствуйте! Я Ольга Липатова, которая переехала жить из Москвы в Варну. И на этом канале я рассказываю о различных аспектах жизни российских пенсионеров в Болгарии и о возможностях бюджетного отдыха в этой стране. Если вам интересна эта тематика, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Сегодня побываем с вами в Варне, в квартале Аспарухова, на фестивале воздушных змеев. Аспаруховский пляж – это не просто место для принятия морских и солнечных ванн. Это площадка для проведения нескольких международных фестивалей. Об этом я уже подробно рассказывала в специальном видеообзоре этого пляжа. Каждый год в августе на пляже Аспарухова проходит фестиваль «Воздушные чудеса», организатором которого является клуб «Аста» при поддержке отдела культуры Варнинской общины. Запуск воздушных змеев относится к числу самых древних развлечений в мире. Доподлинно известно, что уже в IV веке до н.э. воздушные змеи были широко распространены в Китае. Полагают, что их каркасы были сделаны из дерева и обтянуты шелком. Но воздушные змеи были не только развлечением. Древние китайские историки писали о том, что таких змеев использовали для переброски веревок через горные реки, а к этим веревкам затем крепили деревянные мосты. Нашли разнообразное применение для змеев и китайские военные. Огромных змеев, поднимавших воздух людей, использовали для переброски воинов за стены осажденных городов и в тыл врага. Известен случай, когда один китайский генерал обратил в бегство вражеское войско, запустив ночью над лагерем противника музыкального воздушного змея. В наши дни искусство изготовления и запуска змеев стало очень популярно и в европейском мире. Как увлекательный спорт, как эффективный релакс, как удовольствие и даже как духовная практика. Это занятие и завораживающее зрелище привлекает и объединяет детей и взрослых. Воспорохово 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 свои уникальные самостоятельно изготовленные модели, состязаются в умении управлять ими. А маленькие дети и взрослые дети осваивают искусство управления летающим на веревочке счастьем. Если вам интересно, как живут российские пенсионеры в Болгарии, или вы хотите узнать о возможностях бюджетного отдыха в этой стране, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и я жду ваших вопросов в комментариях. Лайк не забудьте поставить, пожалуйста!